С первых дней войны сотни чекистских разведгрупп и отрядов особого назначения были заброшены в тыл врага и сообщали командованию Красной Армии данные о противнике. Глаза советской разведки были от фронтовой полосы до глубокого тыла врага. Вот в газете «Правда» от 8 мая нынешнего года. Это ваша статья по данным разведки из архивов органов госбезопасности СССР. Я знаю, что вы, будем так говорить, самый главный человек, который занимается историей госбезопасности. Я бы хотел нашу сегодняшнюю беседу ограничить некоторым временным отрезком перед самой войной и годы войны. Перед войной, несмотря на то, что в 1937-1938 году был нанесен в период нарушения социалистического большого ущерба нашей разведки, очень много разведчиков квалифицированных было арестовано, было с начальником разведки. В 1938 году Центральный комитет партии в конце 1938 года принял решение по разведке и направил примерно 200 человек, молодых коммунистов, на работу в разведку. Они прошли краткосрочные курсы и за два года они очень много сделали вместе с старыми работниками. Мы имели квалифицированную агентуру в Германии, во-первых, в Гестапо, один из руководящих работников был. Мы имели в Абвере, на шифрослужбе, который связывался с нами здесь, с агентурой в России. Мы имели человека в штабе Геринга, который ведал секретными документами. Мы имели человека в Министерстве хозяйства, который очень близко был к Розенбергу. Мы имели агентуру в Японии, ну кроме военной разведки, известной там Зорге, у нас был очень квалифицированный источник информации в японской военной разведке. Читали шифры японских связей с Германией, и там очень получали много информации. Мы имели ценный источник информации в правительственных кругах Финляндии. Мы имели ценный источник информации в Румынии, в Венгрии, в Югославии, и особенно в личной канцелярии в Муссолини. Ну и в других странах. В самой Германии вот мне бы хотелось рассказать вам хотя бы про одного, про Шульцбозина. Ну кто такой Шульцбозин, так уже написан о нем, но мало так кто знает о том, что он женился на дочери крупной аристократки, которая была близка к Герину. И Геринг был посаженным отцом у него на свадьбе. Это дало ему возможность потом пойти в штаб Геринга, где он так продвигался по службе и ведал, значит, секретными документами. Он, значит, отдал нам перед самой войной приказ Геринга, номер приказа, по каким частям, какой части, какие аэродромы бомбить, какие порты, какие города и так дальше. А второй источник, Харнак, близкий был к Розенбергу. Он был на совещании, которое проводил Розенберг в мае 41-го года. Собрали две с лишним тысячи военно-промышленных работников. Они должны поехать руководить вот на нашей территории, оккупированной разными отраслями народного хозяйства, в том числе и бургомистры там были. Вот вопрос, поступало одинаковое сообщение о начале войны, и вот вы говорите, что столько у нас было источников, значит, они все поступали, они совпадали. Понятно. Вы знаете, я просмотрел всю информацию, которая поступала в адрес перед войной. Первые данные начали поступать с 40-го года, с ноября. Потом 41-й год, значит, так я просмотрел весь в адрес Сталина и Молотова. Иногда темашинка там была информация. Вы знаете, я не встретил ни одного документа, который бы мне был потом подтвержден. 16-го поздно вечером мы от наших двух разведгрупп июня, 16-го июня 41-го года, от наших двух разведывательных групп в Германии, из Берлина, от резидентуры нашей получили сообщение, значит, о том, что все военные приготовления для войны против Советского Союза завершены. И войну следует ожидать в ближайшие дни. И дальше шла конкретика. Вот, значит, Шульц-Бозин излагал приказ этого, значит, Геринга, значит, кому что бомбить, на какие аэродромы пербазироваться и так дальше. Сталин на второй день, на 12 часов, на 17 июня, вызвал к себе наркома Госбезопасности Тадама Меркулова и Фитина. Фитин мне рассказывал, что он впервые был у Сталина. Он, значит, да. Мы пришли немножко пораньше, 12, вошли, значит, в приемную, значит, ровно в 12 Сталин нас пригласил. Ну, как обычно он делал, он не предложил ни сесть, ни поздоровался. Так, мы, здравствуй, товарищ Сталин, он кинул головой, ходил по кабинету, курил трубку, значит, и обратился ко мне, сказал по должности. Начальник разведки, я ваше спецсообщение прочитал, вы мне его не излагаете, я внимательно с ним ознакомился. Расскажите мне, что за источники информации, откуда у вас такие сведения. Я, говорит, подробно рассказывал о каждом источнике информации, ну, прежде всего, о Шульце-Бозине, значит, так, о Харнаке, вот, о других, значит, источниках информации. Он задавал много уточняющихся вопросов, потом долго ходил по кабинету, курил трубку, и потом, обращаясь ко мне, говорит, вот что начальник разведки, запомните. Вы верите не коммунистам, это же фашисты, они по нашей рекомендации в фашистскую партию вступили, это офицеры вермахта, да, это может быть дезинформация, нельзя вот так свободно, значит, все доверять. Вот так закончилось, ну, Фидин рассказывает, мы пришли, значит, целый день сидели, составили телеграмму в Берлин, что проверить, что уточнить и так дальше. В первый раз подвергать опасности разведчикам. И вот, да, и, к сожалению, никакого ответа не получено было, началась война. А все, что они сообщали, все потеряли. Пожалуй, нет более крупного белого пятна в истории и в отечественной, и мировой, нежели истории разведки. Разведка в силу своей специфики обречена на весьма длительный срок хранения истинных фактов. Итак, разведка органов государственной безопасности. Эту встречу мы назначили здесь, на площади Дзержинского. Этот человек никогда не был профессиональным разведчиком. Но его военная юность прошла рядом с удивительными, яркими личностями, лучшими представителями советской школы разведки. Гуляя по осенней Москве, мы вспоминали Москву военных лет, вспоминали друзей. Альберт Винаминович, вы не догадывались, почему я вас утащил, если простите, так можно выразиться, вот на это место, к Большому театру, к Селькиверу? Ну, нет, я догадываюсь, конечно. Все-таки это такое традиционное место встреч, участников войны. Мы тоже здесь встречаемся. И много? В Москве, в Москве нас осталось мало. Из отряда нашего в Москве осталось пять человек. Сегодня. С каждым годом становится все меньше. А когда вы встречаетесь, какой у вас день? Обычно мы встречаемся здесь в День Победы, 9 числа, в 6 часов вечера. Сюда приходят не только наши товарищи, но уже их дети и внуки. Альберт Винаминович, скажите, пожалуйста, а как вы попали в отряд Медведева? Это тоже связано, наверное, с этим местом. Потому что 22 июня началась война, и мы бросились в военкомат. В военкомате нас не взяли как выпускников института. Говорят, вас возьмут, когда придет время. Но не терпелось. И мы в этот же день собрались в комитете комсомола института. И вот там мы стали писать заявление с просьбой немедленно послать на фронт. Меня пригласили в ЦК комсомола 6 июля 41 года. И там мне предложили вступить в добровольческую бригаду особого назначения комитета государственной безопасности СССР. Мне сказали, хочешь, хочу. В коридоре вот сидит женщина в военной форме, она тебя запишет. И там сидела, я помню, лейтенант в военной форме. Она раскрыла школьную тетрадочку, писала фамилию, имя, отчество. И сказал, все, вы зачислены. Она не знала, что она в этой школьной тетрадочке начинает летопись поразительной воинской части, из которой вышло потом 22 героя Советского Союза, легендарные разведчики Отечественной войны. Это все из-за этой добровольческой части. Кстати, она сама тоже не знала, что она будет разведчицей. А теперь она известная советская писательница. Это Зоя Иванова Воскресенская. Ну, вот так началось. В августе 1942 года в глубокий тыл врага была заброшена последняя разведгруппа отряда особого назначения Дмитрия Николаевича Медведева. Альберт Медведевич, все-таки вот мне все время напрашивается один вопрос. Кто же такой Медведев? Писатель, партизан, разведчик? Знаете, Медведев, конечно, был во всем, что он делал, он был чекистом. В том понимании, какое в это вкладывал Дзержинский, Ленин, у самых истоков создания чрезвычайной комиссии, которая должна была защищать нашу революцию. Его главная черта – это какое-то пронзительное расположение к людям. Он влюблялся в людей. Понимаете, вот я видел, как он у нас особенно любил смелых людей, открытых, таких, ну, непосредственных. И да сам такой? Он был такой человек. Это был человек, который не скрывал своих привязанностей. Он был пристрастен в своих привязанностях. Он иногда из-за этого ошибался в людях, потом имел неприятности. Говорит, что ты не уверен, ты его не разглядел? А он ошибся, потому что ему он понравился в какой-то момент по человеческим качествам. Ну, по моей просьбе, вы достали те документы, которые у вас хранятся. На сквире мы говорили о образовании или создании отряда. Это отряд имел особое назначение. Разведка. Это была главная задача нашего отряда. Наша задача была вести разведку вровно. И уйти в другую область мы никак не могли. И, в общем, гитлеровцы расположили там очень удачно. Свою столицу, свое командование там. В общем, это был центр всей оккупированной армии и административной, военной у гитлеровцев наук. На вашем отряде, все это известно, был легендарный разведчик Кузнецов. Вот несколько слов о нем. Я видел здесь, по-моему, я не ошибся, его фотографии. Да. Пожалуйста, вот начнем, может быть, с этой довоенной фотографии. Да, это Николай Иванович до войны, чуть моложе, чем когда он прибыл к нам. Когда он прибыл к нам, ему было 32 года. Вы знаете, как-то Кузнецов мне рассказывал о некоторых, ну, своих, что ли, чисто эмоциональных переживаниях, связанных с разведкой. Он пришел к выводу, что самая блестящая операция по разведке – это самая простая операция. Чем больше всяких сложностей, тем больше опасность провала. И он еще такую вещь как-то сказал, вы знаете, он говорит, я понял, что все на свете предусмотреть просто невозможно. И настоящий разведчик – это не тот, который все на свете может предусмотреть, а тот, который готов к любой неожиданности. Вообще, за время нашего пребывания там, наши разведчики ежедневно приносили важнейшие сведения о дислокации немецких войск, передвижений, о различных компаниях, которые организовывали гитлеровцы, и политических компаниях в том числе. Сотни и сотни радиограмм, которые шли в Москву ежедневно. У нас ежедневно было по три-четыре сеанса радиосвязи с Москвой. И каждый сеанс был насыщен информацией. И эта информация здесь поступала в генеральный штаб и помогала нашему командованию в боевых операциях. Так что, я думаю, что выполнение нашей задачи… Получение информации, разведка… Да, да. Это, в общем, окупало все жертвы наши, все усилия, которые мы там тратили. Это было необходимо. Необходимо. И в каком году закончилась работа, я так могу только сказать, работа все-таки, основная разведка вашего отряда? Ну, она закончилась с освобождением нашей территории. Мы тогда еще не знали о гибели Николая Ивановича. Он уехал во Львов. Мы должны были идти ему навстречу. В отряде очень любили этого человека. Ну, а несколько слов все-таки, как о человеке. Этот человек был нежным человеком, влюбленным в лес, в природу, человеком такой надежной дружбы, такой надежной верности, что ему не надо было… Он никогда не говорил высокопарных слов. Он был вообще молчалив. Говорят некоторые, вот он там был запевалый. Нет, он никогда не был душой общества. Он сидел скромно, тихо, слушал. Когда он возвращался с операции, он никогда не говорил о себе, но говорил о товарищах. Как этот великолепно действовал, как тот себя показал. И это было не показно, а это было действительно его отношением к людям. Этот человек, который умел… Володеть собой все… Да, и провести гитлеровскую контрразведку, и под носом у них совершать столько героических дел. Он, который осуществил не один акт возмездия над гитлеровскими палачами. Лейтенант Пауль Зиберт, истинный ариец, родился в Кёнигсберге, в юнкерской семье. Лейтенант Зиберт, он же советский разведчик Николай Кузнецов, родился на Урале, в деревне Зырянка, в крестьянской семье. Его родину истязал враг, и он встал на ее защиту. Это он прямо в здании германского суда ликвидировал главного судью Рейха на Украине Альфреда Функа. Это он в ноябре 43-го года провел фантастическую по дерзости операцию. Похитил гитлеровского генерала Ильгена. Это он осуществил вынесенные родиной смертные приговоры карателям Украины, вице-губернатору Галиции Бауэру и его сподвижнику Шнайдеру. Ну что же, до 11 высших чиновников гитлеровской оккупационной администрации были уничтожены Николаем Ивановичем. Вообще земля горела под ногами у Гитлеровцев, в той самой столице, к которой они надеялись так спокойно существовать. Дорогой братец Витя, неизбежно требуется пролить много своей крови, чтобы наша любимая отчизна свела и развивалась. Жертвы неизбежны. Мы уничтожим фашизм. Мы спасем Отечество. Ну, а после его гибели Дмитрий Николаевич увековечил память Кузнецова книжкой, сильной духом. Установил памятник на родине Кузнецова на свои средства. Тогда это государство этим не занималось. И многое сделал для того, чтобы рассказать людям не только о Кузнецове, но вообще об отряде его дела. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, Как завещание святое На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь А.Семич, заканчивая нашу передачу, я к вам обращаюсь к таким вопросам, Как к историку, который располагает архивными документами Комитета государственной безопасности. Будут ли конкретно в будущем, хотя в ближайшем, обозримом будущем, названы фамилии тех людей, которые заслуживают того, чтобы были они опубликованы? Конечно, знаете, у нас сейчас все вращается вокруг нескольких человек. Зорге, Абель, Маневич, разведчики партизанских отрядов. Сейчас принято решение, так, и мы готовимся к этому, чтобы открыть новые имена. Я думаю, значит, в следующем году, не позже, может быть, и через телевидение тоже самое это будет сделано. И в печати мы, по-видимому, сообщим примерно о десятке выдающихся разведчиках, нелегалах и таких, которые внесли огромный вклад в победу нашего Советского Союза в году Великой Отечественной войны.